Этот день знаний стал особенным не только для первоклашек. Ученики 83-й школы впервые за три года собрались линейки в родном школьном дворе. Правда, теперь его не узнать. После капитального ремонта школа преобразилась полностью. Временно ученикам 83-й приходилось набираться знаний в других школах. Вернуться в родные пенаты – настоящий праздник. И стимул учиться на отлично, делятся школьники. Мне все-таки радо, что мы вернулись в нашу школу. Потому что мы три года учились во вторую смену, поэтому сейчас мы будем в первую. Зданию больше 70 лет. Оно было построено еще до войны. В 1941-м здесь размещали эвакуированных. В 1942-м открыли школу. Школа была уже совсем старая, и потолки падали. Поэтому ремонт нужен был. Школу восстанавливали и модернизировали совместными усилиями городских, областных, федеральных властей. Помогали и учителя, и родители. С долгожданным возвращением 83-й школы в учебный строй учеников и преподавателей поздравили глава Самары Дмитрия Азарова, депутат Госдумы Александр Хинштейн и председатель городской думы Александр Фетисов. Очень важно, что все-таки вы возвращаетесь в здание родной школы, которая, конечно, прошла капитальный ремонт, сопоставимый с реконструкцией. Очень важно, что все традиции этого учебного заведения будут здесь сохранены. Вы готовы к школе? Да! Молодцы, дружно! Чувствуется настрой. Особенно я поздравляю тех, кто впервые переступает порог этой школы. Современной, отвечающей всем необходимым сегодняшним требованиям и реалиям. Есть замечательные стены, замечательный оборудование, замечательный педагогический коллектив. Но вот эту энергетику, которая здесь всегда была, мне хотелось, чтобы вы сумели ее передать. За всю историю школы образование здесь получили больше 8,5 тысяч выпускников. И нынешних школьников от учебы отвлекать не будут никакие неудобства. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.